Япония лечится от простуды Это все дополнение, а не основное лечение Потому что всегда японцы идут сразу же в больницу Либо покупают лекарства В Японии заболеть это очень, очень плохо Потому что здесь тяжело взять отгул на работе Либо же в школе Потому что это доставляет всем неудобства В Японии очень непринято доставлять людям неудобства Поэтому вот и мой ответ, почему многие японцы Носят маски в электричках Они даже если они заболели Даже если они кашляют у них сопли И все остальное Они наденут маску и пойдут на работу Потому что нельзя пропускать Если ты реально не умираешь Один из самых старых и неиспользуемых сейчас методов Как в Японии лечится от простуды Это Это когда вы привязываете к шее Лук парей Называется на японском языке он И вы привязываете к шее лук парей на ночь Как это можно привязать Наверное, кто-то подумал сейчас его тонко режут И из него связывают как фенечку Скажем так, для шеи цепочку И так спят всю ночь Несколько дней подряд даже И раньше люди считали то, что таким способом Напрямую через шею Впитываются какие-то вещества из лука парея Полезные для вашего организма Которые помогают бороться с простудой Поэтому человек быстро излечивается По-настоящему говорят, что реально этот способ работает Но причина не в том, что он прямиком впитывается вам в шею Потому что лук находится рядом с вашим носом и ртом Когда вы спите Тем самым вы дышите этим запахом А в запахе лука парея Содержатся какие-то антибактериальные, антивирусные средства Я не буду врать, я не знаю, как это называется Но так японцы говорят Поэтому дышать запахом лука парея Считается полезным при простуде Второй способ очень распространенный Его даже сейчас используют в Японии очень часто И это шоуга-ю Переводится дословно как имбирный кипяток У меня даже есть вот такая уже готовая Имбирный кипяток Как в пакетиках получается Засушенный, он перемолотый, с сахаром Понятное дело, что можно то же самое сделать дома самому Просто натереть имбирь на мелкую терку Смешать его с сахаром по вкусу и добавить кипяток Это реально очень согревающий напиток Поэтому советую, если вы никогда не пили шоуга-ю Попробуйте сделать дома Третий способ считается самым действенным Это дайкон хачимитсу Дайкон, думаю, многие знают Это японская длинная редька И хачимитсу на японском языке Это мед Я могу ошибаться, но я слышала То, что у нас тоже используют репу И мед против простуды В репе делают дырку Туда наливают мед И потом образовавшуюся жидкость пьют Чтобы прошла боль в горле Приготовить хачимитсу дайкон очень просто Вы берете дайкон Либо же можете взять репу, если у вас нет дайкона Очищаете дайкон от кожуры Режете его на мелкие кусочки Примерно по 1 см И добавляете к дайкону мед Дать дайкону с медом настояться 3 часа И после этого можете использовать образовавшийся сироп Как средство от боли в горле Сироп из дайкона и меда можно пить по 1-2 столовые ложки По-моему, 3 раза в день Либо же просто разбавить его с кипятком И пить это просто как Горячий чай Вкусно Говорят, что эта штука очень помогает при боли в горле Через 2 дня напишу вам в твиттере Выздоровела я или нет И четвертый способ это тамагузаке Вы тоже можете приготовить это дома Для этого вам нужна нихоншу Японская водка Либо же белое вино Вам понадобится 180 мл алкоголя Одно яйцо, а также 30-40 г сахара Тщательно перетрите яйцо с сахаром Подогрейте ваш алкоголь 1-2 минуты в микроволновке И аккуратно влейте его в яично-сахарную массу Та-да-да-да Тамагузаке готово? Вот и готово мое тамагузаке Мне немножко стрёмно Впервые я напилась на камеру Это лечение, это не алкоголизм Я не люблю, точнее не могу вообще никак пить Саке японское Оно называется нихоншу на японском языке Ни горячее, ни холодное, в особенности горячее Поэтому я не знаю, как я это выпью Но будем считать, что не алкоголь, это лекарство Поэтому нужно себя перебороть Попробуем Оно так... А, нет, все-таки есть привкус Знаете Пожалуй, я буду это пить, даже когда я не болею Хорошо, что я решила сделать об этом О тамагузаке видео в конце Потому что теперь я могу напиться и лечь спать Я надеюсь, что вам понравилось это видео Я надеюсь, что мне это поможет выздороветь И если кто-то из вас хочет пробовать на себе японские методы лечения Домашние методы Все равно больница лучше, чем домашнее лечение Поэтому, да Но если вы хотите просто поэкспериментировать Как добавка к нормальному лечению То попробуйте обязательно Тамагузаке И все остальное, что я говорила до этого видео Большое спасибо за просмотр Не болейте Всем пока Всем большое спасибо за просмотр Подписывайтесь на мой канал Изами Чан Чанел А также на мою группу ВКонтакте Япония изнутри Также у меня есть Инстаграм и Твиттер Подписывайтесь А свои рисунки с надписью Изами Чан Чанел Присылайте мне в любом группе ВКонтакте Ссылки на все это есть в описании видео Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok